Друзья, выстрелитесь, пожалуйста, вот отсюда. Нет, здесь. Нет, спасибо. А, нет, это я не знаю. Скорее всего, замкомандующего кто-то. Севастопольцы и гости нашего города. Сегодня мы собрались здесь, на братском кладбище, чтобы проводить в последний путь останки 277 героев, которые, защищая свою родину, наш родной город отдали самое дорогое, что есть у человека – жизнь. Много лет пролежали они в обогренной кровью героической севастопольской земле. У них не было постоянного места упокоения. И вот, наконец, благодаря усилиям поисковых отрядов, павшие воины будут преданы земле согласно воинским и церковным традициям. Торжественная церемония захоронения останков защитников и освободителей Севастополя объявляется открытой. Торжественная церемония Торжественная церемония Торжественная церемония Торжественная церемония КОНЕЦ Слово предоставляется губернатору города Севастополя. Каждый год она происходит. Сегодня 277. Вдуматься в эти цифры. И мы знаем, что еще на годы вперед работа нашим поисковикам. Потому что севастопольская земля настолько обильно была полита кровью героев, отдавших. Как правильно было сказано, самое дорогое, что есть у человека жизнь, защищая свою родину. Я, конечно, очень благодарен нашему поисковому движению севастопольскому, нашим отрядам. Я недавно приезжал на одну из вахт, которую поисковое движение российское организовало. Очень много молодых ребят, которые с почтением, с уважением занимаются этим важнейшим делом. Я представляю себе, и мне показывали там, когда удается найти какие-то опознавательные знаки, когда связываются с родственниками, с родными. Конечно, какие эмоции у людей, когда люди приезжают из Севастополя, когда они через десятилетия узнают о своих отцах, дедах, прадедах. Потому что, конечно, это великая работа, великое дело. Марина Николаевна, Марина Николаевна, большое спасибо. Андрей Иванович Могиле, всем ребятам, всем поисковикам. Вы знаете, вот эти майские дни, они навевают на то, чтобы как можно больше думать об этом. И так совпадает, наверное, не просто так, такое проведение, что в эти майские дни у нас не пасхальные, когда мы говорим о том, что говорим о вечной жизни. И наши бойцы, они живут вечно с нами, в нашей памяти. Мы их никогда не забудем. Мы сделаем все, чтобы память у них жила вечно. Поэтому нашим героям вечная слава и вечная память в наших сердцах. Слово предоставляется председателю законодательного собрания города Севастополя, немцеву Владимиру Владимировичу. Дорогие ветераны, уважаемые севастопольцы, 9 мая мы будем отмечать с вами 76-ю годовщину Великой Победы и 77-ю годовщину освобождения Севастополя. Но мы помним всех тех, кому обязаны нашей сегодняшней мирной жизни. Ежегодно на полях бывших сражений находятся все новые, новые воинские захоронения. К сожалению, не все имена удается установить. Мы благодарны каждому бойцу, кто защищал и освобождал наш город. Хочу поблагодарить отряд поисковиков за их благородное дело. Очень важно, что даже спустя столько лет продолжается активная работа. Настоящая преданность Родине. Именно поэтому мы не вправе предать память о них и обязаны воздать должное павшим за наш город, за нашу Родину. Слава и вечная память погибшим. Слово предоставляется командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Осипову Игорю Владимировичу. Уважаемые товарищи, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые жители города-герои Севастополь. Среди многих периодов героической истории нашего города одним из самых трагичных и памятных является его оборона и освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Многое видел на своем веку черноморская твердыня, но не было здесь более жестких и кровопролитных сражений, чем в годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч бойцов, моряков-черноморцев сложили головы на этой земле, обильно обогрив ее собственной кровью. Грозная эхо войны нет-нет, да и ворвется в мирную жизнь. Спустя годы и десятилетия не утихает боль нашей общей утраты. До дынешних дней мы воздаем воинские почести павшим героям. Сегодня мы придаем земле верных сынов Родины, павших за Отечество. Они не думали о подвиге, они его совершали. Для них это было обыденным, тяжелым, ратным делом. Мы с кордом молчании склоняем головы перед их прахом, отдавая дань уважения, стойкости, мужеству, верности, воинскому долгу. Пусть же обретут они вечный покой в земле, за который отдали самое ценное, что есть у человека – жизнь. Здесь и сейчас мы обещаем, что никогда не будут забыты ни полегшие на безымянных высотах, ни ушедшие в морскую пучину в этот наш священный сыновний долг. Память о них призывает нас к бдительности, учить жить, сознавая свою ответственность за все происходящее в нашем тревожном мире. Так давайте же объединяем усилия, чтобы ужасы войны никогда не повторились. Будем достойны высокого подвига тех, кто сложил в голову за наше счастье, за наше будущее. Вечная им память и слава. Слово предоставляется сенатору Российской Федерации Алтабаевой Екатерине Борисовне. Дорогие севастопольцы, уважаемые ветераны, гости нашего города, у нас сегодня особенный день. Здесь останки тех, кто защищал нашу землю, освобождал ее во время Великой Отечественной войны. Они были наверняка из разных городов и весей нашей страны. Но они здесь нашли свой последний рубеж. Поэтому они все сирочиваются. Когда кто-то говорит о том, что это не Советский Союз, не эти солдаты и моряки освобождали и защищали землю не только Советского Союза, но и сопредельных государств, что мы не победители. И мне кажется, наша самая главная задача, отдавая долг памяти тем, кто защищал нашу Родину, нести память о них и говорить правду об этих днях. И мне кажется, что если здесь вот среди нас люди разного возраста, мне кажется, очень важно, чтобы наши дети это делали. Никогда не передавали память тех героев, которых мы сегодня опустим в Севастопольскую землю и почтим еще раз их салюта. Конечно, ветераны — это люди, которые говорят правду о войне. Спасибо им огромное за это. Пусть они будут с нами долго-долго. Отдельные слова благодарности и преклонения перед нашими поисковиками. Это очень тяжелый моральный и физический труд поднять останки бойца. Но они это делают и будут делать, я думаю, много-много лет. Мне очень хочется, чтобы наши герои были в наших сердцах, всегда были с нами, они за нашими спинами. Они помогают нам. Вечная слава героям. Суренович, 1924 года рождения. Имя установлено по номеру медали «За отвагу». Останки обнаружены на Сапун-горе. Жаров Александр Сергеевич, снайпер, краснофлотец 2-го Черноморского полка морской пехоты. Чернолечье. Лещенко Иван Иванович, старшина 1-й статьи. Командир отделения 2-го Черноморского полка морской пехоты. Черноречье. Михин Илья Иванович, 1897 года рождения. Красноармеец. Стрелок 386-й стрелковой дивизии. Инкерманские высоты. Щукин. Боец 388-й стрелковой дивизии. Останки обнаружены на виноградных полях Золотой Балки. Имя и отчество установить не удалось. Хадаев. Красноармеец. Имя и отчество установить не удалось. Обнаружен в районе аэропорта Бельбек. Мовчан Иван. Красноармеец. Район аэропорта Бельбек. Ауджанов Бандула Бангурович. Сержант. Останки обнаружены на Микензиевых горах. Все это результат кропотливой работы севастопольских поисковиков. И сейчас слово предоставляется председателю Севастопольского объединения поисковых организаций «Долг» Гавриленко Марине Николаевне. Дорогие друзья, прошел год, и мы вновь встретились с вами в эти майские дни на этом священном месте. Сегодня война закончилась еще для 277 бойцов. Работа поисковиков очень тяжела. Сегодня это результат работы отряда «Севастополь-ДСААФ России» и отрядов объединения «Долг». Но есть в ней и очень радостные моменты, когда удается найти имя, когда удается найти родственников бойцов. Потому что еще очень многие семьи до сих пор, до сегодняшнего дня ждут возвращения своих родных с войны. Уважаемые участники митинга, в прошлом году здесь был захоронен рядовой Топоян Иван Павлович, обнаруженный на территории парка Максимова дача поисковым отрядом «Звезда». В течение года была проделана огромная работа по розыску родных бойца, но безуспешно. И только недавно удалось установить, что одна буква во вкладыше медальона прочитана неверно. Фамилия бойца – Танаян. Откликнулась внучка Ивана Павловича, Карина Танаян. Она проживает в Ростове и сегодня присутствует здесь на нашем митинге. Также здесь находится родственник героя Багдасаряна Андроника Суреновича. Это его племянник Арутюнян Аганес Цалакович. И сейчас я приглашаю подойти их к микрофону. Это большое счастье, когда у бойца осталась или подписанная ложка, или ножичек перочинный, или мундштук. Но еще большее счастье, когда в руки поисковикам попадает солдатский медальон, и время не съело вкладыш, который в нем находится. И тогда можно с уверенностью сказать, что это именно этот боец. И вот сегодня мы Карине вручаем вещи, обнаруженные вместе с ее дедушкой, и тот самый солдатский вкладыш, который помог нам вас найти. Примите, пожалуйста. Я хочу выразить слова благодарности поисковикам, которые обнаружили останки моего деда, которого разыскивал мой отец на протяжении 70 лет. Результаты были безуспешны. Приходила информация, что он пропал без вести. И вот совершенно случайно зимой 2020 года нам стало известно, что он был захоронен здесь, на этом мемориальном кладбище. Танаян Иван Павлович, мой дед, который погиб под Севастополем и обнаружен на Максимовой даче. Я выражаю от нашей семьи великую благодарность поисковикам, а именно Валерии, фамилию, к сожалению, не знаю, Хмель, Самвелу, которые лично обнаружили останки, обнаружили вот эти вещи. Спасибо вам огромное. Желаю вам мира и добра вам и вашим семьям. Марина Николаевна, всех вам благ, удачи, успехов в вашей работе тяжелой, чтобы вы были здоровы. Мира и добра вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Война – страшная и сложная вещь. В Москве на слете поисковых отрядов мы встретили ветерана, который был настолько изранен, и на нем живого места не было. И он с улыбкой рассказывал, что на трех памятниках на рубежах войны есть его фамилия, а вот он живой. Также и Андроника тоже имя нанесено на мемориале в Черноречии. А останки его только были обнаружены у Сапун-горы. Медаль за отвагу вернула бойцу имя, и сегодня мы вручаем ее родственникам. Спасибо. Спасибо. Спасибо, конечно, спасибо поисковикам, что нашли дядьку, мамина брата. До сих пор мы не знали, где он погиб, где он находится, мы не знали до сих пор. И теперь будем знать, что в этой похороне будем приезжать, хотя бы на магию. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное вам за то, что вы приехали к нам в Севастополь. Теперь это для вас родной город. Мы вас каждый год встречаем. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы всегда приходите на эту торжественную и печальную церемонию. К сожалению, я не могу сказать, что мы не встретимся так же в следующем году. Новые бойцы ждут своих поисковиков на рубежах Севастополя. Новые бойцы ждут своих поисковиков на рубежах Севастополь. Помянем их сто крат, и сердцем, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем, стоя все, склонившись над травой. Они ушли там, где свет прячется за мной. Верните память, верните сами. Я отмолюсь всех стезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глазачьих слез полны, Чей дома сиротен от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем мировых, Погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами. Я отмолюсь всех стезами. Земля и небо слились навечно, Как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глазачьих слез полны, Чей дома сиротен от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем мировых, Погибших за страну, за честь и за своих. За упокойную литию обо всех павших Отслужит благочинный Севастопольского округа Протеерей Сергий Халюта. Благословен Бог наш, Всегда, ныне и пресный, Во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ. Исуши на гробе их живот даровав. Христос воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ. Твоих спас и упокой, Сохраняй в обложенной жизни, Я живу тебе, человека, любче. Покой же Твоим, Господи, И где же все свети Твои упокрываются. Упокой души раб Твоих, Яка, единоси человека, любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты, если Бог сошедовал от Его законов разрешивый. Слава души раб Твоих, упокой. И ныне и пресный, Во веки веков. Аминь. Единочистая и непорочная, Его Бога бессемь неродшая. Моли, спаси все души их. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Тебе все услыши, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о покаянии души усопших рабов Божих, Всех, где лежащих вождей и воинов православных, За веру и Отечеству в живот свой положивших. И ежи простите всем всякому прегрешению, Вольному же и невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я когда Господь человека любит, Еже все праведние упокаяются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божьей, оставление грехов, Царство Небесное, оставление грехов, У Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Дай Господи, Господи помилуй. Боже, Духовый, высокий плоти, смерть поправы, Диаолоп разни, выжат мира Твоему даровавы. Сам, Господи, упокой душу усопших раб Твоих, Вождей и воинов, на поле брани убиенных, Вместе светли, вместе злачни, вместе покойни. От нёд от бежей болезнь печали воздыхания, Всякое согрешение содеянными, Словом или делом или помышлением, Яко благи человека любит, Бог прости. Яко не с человека жив, в это не согрешит. Ты бы един только без реха. Правда Твоя, правда во веки, Слово Твоя истина. Яко то есть воскресенье, Живот и покой усопших раб Твоих, Вождей и воинов православных, На поле брани убиенных, От ран скончавшихся. Христе Боже наше Тебе славу, Воссылаем за безначальник Твоего оценства, Пресвятым, Благим и Женотворящим Твоим Духом, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Сосвятый, милый Бог Твой, В Христе души рад Твоих, И не женись болезни печаль, Ни воздыхание, Но жизнь бесконечная. От чьего грамм снишилась и бессмертне, Но от того разрушилась и силу, И воскресность и якоб победитель Христе Божий. Жена, мироносец, завеча, вы радуйтесь, И Твоим апостолам мир даруяй, Отшим подаяй воскресенье. Примудрость. Пресвятая Благородица, спаси нас, Честнейшая Херима, Славнейшая Писания Серафеем, Без искления Благослова, Родшую Сущую Благородица Те величаем. Христос, воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, И сущим о гробе живот даровав. Христос, воскресе из мертвых, Смерть и смерть поправ, И сущим о гробе живот даровав, Истинный Бог наш. Молитый и причистый, Своя Матерь и всех святых, Помилует и спасет нас и ко благ, И человека любят. Аминь. Запечатлеть подвиг, Высочайший подвиг наших праотцев, Наших дедов, прадедов. Господь в Священном Писании, Говоря о заповеди любви, Говорит, что это высочайшая заповедь, Что нет больше той заповеди, Как любить Бога и любить друг друга. Но тут же ученикам Господь говорит, Что разве есть еще подвиг выше заповедь любви, Когда человек душу свою отдает за други своя. Здесь лежат не некие безымянные воины Красной Армии. Здесь лежат души христианские. Здесь лежат люди, которые отдали самое дорогое, что у них было. Что им дал Господь. Отдали жизнь. Жизнь за нас. Как Христос свою смертью смерть поправ, Так и эти воины защитили своей смертью нашу жизнь. Они даровали нам жизнь свободную, не рабскую. Они дали нам возможность наслаждаться этим светом, солнцем, Любить друг друга, рождать детей, любить свое Отечество, защищать его. Они даровали нам жизнь. Они спасли нашу жизнь. И, конечно, за это им честь и слава и похвала, и вечная память. Никогда мы не забудем о своих молитвах вождей и воинов православных на поле брони убиенных. Это воинство сейчас у Бога, у престола Божьего. Потому что они все святые. Потому что они совершили подвиг, который не возможен для любого человека. А возможен только для сильного духом человека. Спасибо, что вы пришли сегодня сюда. Спасибо, что вы помните наших отцов, дедов, прадедов, всех тех, ради которых мы живем. И из-за которых мы живем. Спаси Господи. Христос воскресе. Христос воскресе. Прошу приступить к захоронению останков погибших воинов. Убийство постольковком погибших воинов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ставьте третьим пробом, Паша! КОНЕЦ Подходим, подходим Вы тоже можете снимать печи Вы тоже можете снимать печи Тянешь сюда все? Давай Все, пачка Чуть-чуть вверх Давай сюда Хорошо, хорошо Все, хорошо Спасибо 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 Не Вår Мы СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА